В областном центре состоялся межрегиональный форум добровольцев. Его участниками стали студенты вузов и колледжей, представители социально ориентированных организаций и волонтеры. В Иваново приехали гости из различных регионов, чтобы рассказать о новых тенденциях и актуальных направлениях волонтерства, а заодно и оценить опыт этой работы в нашем регионе. Создана очень важная, очень сильная основа для дальнейшего рывка вперед, прорыва, потому что те задачи, которые стоят, о которых также я узнала, о том, что есть планы и уже к ним подступили, создание регионального ресурсного центра добровольчества, и он, кажется, он на базе молодежной политики, и он будет называться молодежным, но это не значит, как я опять же узнала, что очень важно, что он будет вовлекать только молодежь. И он будет открыт для всех. Во время торжественной церемонии открытия наградили победители регионального этапа конкурса «Добровольцы России». На этот раз их больше десятка, и каждый из представленных финалистами проектов заслуживает внимания. Я являюсь куратором проекта, который называется «Портрет ветерана». Он уже на протяжении трех лет существует в нашем училище, в том, что училище. И в этом году я выиграла грант в размере 100 тысяч рублей на его дальнейшую реализацию. В чем его цель? Молодые художники, профессионалы своего дела встречаются с ветеранами войны, труда, тружениками тыла, и пишут их портреты живописные и графические, и просто с ними общаются. Программу форума «Добровольцы» разработали с учетом пожеланий волонтеров и общественных организаций. Одна из площадок краудфандинговой платформы создания кейсов была посвящена привлечению финансирования на реализацию добровольческих инициатив. Краудфандинг – опыт для нашего региона интересный. Я собираюсь пойти на данную образовательную площадку и узнать, почерпнуть свой проект, потому что у меня есть грантовый проект «Добродень», чтобы как дальше его реализовывать непосредством грантовой поддержки, если это будет невозможно, а посредством краудфандинга. Проект нацелен на популяризацию добровольчества в целом, чтобы люди заражались нашими добрыми делами, которые проходят в акцию, когда это было, допустим, 22 апреля, чтобы продолжалось не только в год волонтеров, вот это, грубо говоря, движение волонтеров, а и в 2019, 2020 и так далее годах. По итогам форума участники получат не только новые знания, но и сертификаты о прохождении образовательной программы, а также проработанный вариант будущего крауд-проекта.